Доброе утро! На 12-м канале специальный выпуск новостей, посвященный выборам депутатов Омского городского совета в студии Анастасия Галаева. Сегодня, 10 сентября, в Омске выбирают депутатов городского совета. Это будет уже шестой созыв. Работают все избирательные комиссии. Они открылись в 8 утра. 12-й канал весь день в прямом эфире будет держать вас в курсе того, как идет голосование. Нынешняя избирательная кампания одна из самых активных, считают эксперты, и, безусловно, одна из самых важных для населения, поскольку именно от городской власти во многом зависит решение первоочередных вопросов жизни омичей. Их выбор во многом определит развитие города на ближайшие годы. Депутатов городского совета омичи выбирают на 5 лет. Именно эти народные избранники будут решать, на какие сферы и в каком объеме направлять бюджетные средства, контролировать их расход, принимать планы и программы развития Омска, распоряжаться муниципальным имуществом. Лишь 40 человек, набравших в ходе сегодняшнего дня наибольшее количество голосов, станут депутатами городского совета. 20 человек выберут по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. А вот претендентов куда больше – 362. Два из них – самовыдвиженцы, остальные – представители пяти политических партий. Бюллетени для голосования они расположены следующим образом. Под номером 1 – единственная непарламентская партия коммунисты России, следом идут ЛДПР, «Справедливая Россия КПРФ» и по цифре 5 в бюллетени для голосования «Единая Россия». Для того, чтобы омичи воспользовали своим конституционным правом, до восьми вечера будет работать 471 избирательная комиссия. Там задействуют и волонтеров – 172 человека, которые одними из первых смогут и проголосовать. Причем, выбирая депутатов городского совета, омичи, пусть не напрямую, но все-таки влияют на выборы мэра. Ведь новый состав Омской думы в конечном итоге определит, кто займет пост городоначальника. И это важная отличительная черта нынешней кампании. Позади политическая борьба, агитация, встреча с горожанами. Теперь что-то изменить могут только омичи, которые придут сегодня на выборы депутатов Омского городского совета. Избирательные участки, а всего их 471, открыты до восьми вечера, чтобы омичи могли воспользоваться своим конституционным правом и выбрать депутатов городского совета. Ну а многие жители уже проголосовали, в том числе и мои коллеги. Они на прямой связи со студией. Юлия Ковыршина находится на 62-м избирательном участке. А Мария Седнева в течение всего дня работает в городской избирательной комиссии. Ей адресую и первый вопрос. Маша, доброе утро. Как можно характеризовать первые три часа выборной кампании? Ждем от тебя первые подробности того, как идет голосование. Доброе утро, Настя. Но я должна сказать, что у нас, конечно, уже стартовало главное политическое событие этого года и без преувеличения, потому что выбор Омский городской советы — это очень ответственное мероприятие. И в первую очередь двойная, я бы сказала, ответственность лежит на избирателях. Ведь они выбирают не только депутатов Омского городского совета, но, скажем так, косвенно, заочно влияют на выборы мэра, потому что именно те люди, которые будут потом сидеть в Омском городском совете, будут выбирать и градоначальника. И очень важно, чтобы туда попали хорошие, умные люди, которые выбрали бы нам хорошего мэра, хорошего делового, политика, хозяйственника. И они, скажем так, чуть, может быть, получше, чем предыдущего. И поэтому очень ответственное мероприятие. Я, например, уже проголосовала, я знала, что я буду сегодня весь день работать, поэтому я сделала свой выбор досрочный. А у нас есть еще один известный человек, тоже избиратель, я его представлю. Это Дмитрий Васильев, дирижер Омского семейнического оркестра, он же художественный руководитель. Итак, Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, вот вы сегодня успели уже проголосовать? Ну, пока еще утро, еще не успел, но вот сразу после эфира бегу на голосование. Мы сегодня специально взяли выходной, потому что именно сейчас у нас репетиционное время, но взяли выходной для того, чтобы была возможность у всех проголосовать. Почему вы считаете, что нужно выполнять свой гражданский долг? Почему так важно прийти на выбор депутатов Омского городского совета? Ну, во-первых, общеизвестная, конечно, истина, что если не проголосуешь ты, то за тебя проголосуют другие. И очень важно иметь объективную картину предпочтений граждан. Ну и, конечно, наши люди любят глобалить и рассуждать о высоком, о большой политике, о том, что у них в подъезде, во дворе, на улице, забывают. А местная власть – это как раз этот уровень, и качество нашей жизни в большей степени зависит, мне кажется, от местной власти, даже нежели от какой-то другой. Спасибо вам большое за ответ. Ну что ж, а мы продолжаем. Я хотела бы сейчас сказать несколько цифр, статистики. Итак, у нас работает сегодня в городе Омске почти полтысячи избирательных участков. Претендует на должность депутата городского совета 362 кандидата. 362 кандидата в то же время в Омском городсовете всего 40 мест. То есть вы должны понимать, какая острая политическая борьба сейчас идет. Тем более она обостряется еще тем, что впервые, пожалуй, в Омский городской совет пытаются попасть не только наши политические тяжеловесы, это четыре основные партии, но еще одна не парламентская партия и два самовыдвиженца. Сегодня идут выборы и не только в Омске, кстати. Хотелось бы об этом поговорить у нас с главой обл. избиркома Алексеем Николаевичем Нестеренко. Подходите, пожалуйста, сюда. Алексей Николаевич, я знаю, что сегодня у нас идут выборы не только в городе, но и, собственно говоря, в районах. Что за выборы там идут? Добрый день. Добрый день всем амичам и жителям Омской области. На самом деле, конечно, основное политическое событие все-таки в Омске, городской совет, я вот слышал, как вы комментировали, это правильно, абсолютно. Это на самом деле двойная кампания, по сути дела, потому что уже в ноябре предстоит этим депутатам, которых сейчас выбирают и мячи, им предстоит избрать мэра города Омска. Это вот такое опосредованное голосование за мэра. Поэтому меня, например, радует, что уже с утра на 10 часов порядка 4% избирателей отголосовалось. Я скажу, что это цифра такая сопоставимая с очень серьезными избирательными кампаниями. Ну а в районах области, у нас в 7 районах области еще идут выборы. Это в основном дополнительные выборы депутатов взамен выбывших по тем или иным причинам. Ну, как всегда, на селе просыпаются чуть пораньше, поэтому где-то явка и побольше, там в Таре уже, допустим, 10% отголосовалось. А где-то даже и меньше, в Омском районе еще спят до сих спор. Но возвращаясь все-таки к городу Омску, вот сейчас мы в эфире, где-то время 11 часов, самое время только-только просыпаться. И, конечно, мы с вами говорили неоднократно еще в период кампании, что местные выборы, с одной стороны, по масштабу несопоставимы с выборами Государственной Думы, как в прошлом году это было, да? Но с точки зрения важности, это точно для мячей важней, чем, как бы, вот высшие органы власти. И мы время от времени говорим, вот тут в Омске не так хорошо, а где-то рядом лучше. Это ведь точно не зависит ни от Госдумы, ни от президента. Это зависит от местной власти. Так нужно просыпаться, подниматься и избирать ту власть, которая вам хочется, чтобы руководила городом Омском на протяжении последующих пяти лет. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Ну что ж, мы продолжаем нашу работу в городском избиркоме. И мы сегодня еще расскажем вам о том, что происходит, какая явка, насколько активно мячи голосуют. В два часа смотрите наши выпуск новостей, потом около пяти часов в перерыве хоккейного матча и в восемь часов мы уже подведем окончательные итоги. Настя. Спасибо, Маша, тебе и твоим собеседникам. Ждем новые данные в следующем включении в 14 часов. Ну а сейчас на прямой связи со студией Юлия Ковыршина. Она на избирательном участке, где одним из первых проголосовал губернатор Виктор Назаров. Юлия, доброе утро. Насколько активно мячи голосуют там, где ты сейчас находишься и зачем делают селфи с главой региона и с тобой лично? Доброе утро, Настя. О селфи я расскажу чуть позже. Начну по порядку. Мы находимся на 454-м избирательном участке. Голосование здесь идет спокойно, ровно, без каких-либо происшествий. Открылся участок, так же, как и положено, в 8 часов утра с Гимна России. Впрочем, члены избирательной комиссии здесь начали свою работу еще раньше. Дело в том, что на этом избирательном участке очень много мячей, проголосовавших досрочно. 84 человека. 1% достаточно много для одного избирательного участка. Ну а, собственно, сейчас, ну вот за моей спиной вы видите людей, которые подходят, голосуют. Пока больше, наверное, людей старшего поколения. Молодежь, как всегда, подольше раскачивается, просыпается ближе к обеду. Поэтому члены избирательной комиссии говорят, что всплеск избирателей они будут готовы принять после обеда. Ну а ты действительно права. В числе первых, кто бы проголосовал на этом избирательном участке, оказался губернатор Омской области Виктор Иванович Назаров. В холле его встречал директор гимназии 62-й. Собственно, в этой гимназии и находится 454-й участок. Поэтому уже в этом помещении Виктор Иванович появился в компании руководителя этого учреждения. Немного с ней побеседов. Уже проследовал к членам избирательной комиссии, как всегда, подарив им лучезарную улыбку. Губернатор был в хорошем настроении. Сама процедура голосования занимает несколько минут. Члены комиссии записали паспортные данные главы региона. Затем Виктор Иванович проследовал в кабину для голосования. Ну и уже после опустил избирательный бюллетень в избирательную урну. Как всегда, под прицелом огромного количества видеокамер, фотокорреспондентов. Очень много журналистов всегда наблюдают за тем, как голосует глава региона. Ну и сразу после, естественно, Виктор Иванович ответил на вопросы репортеров. Ну вопрос, собственно, был один. Виктор Иванович в своем интервью отметил важность сегодняшнего дня. Призвал всех омичей обязательно прийти сегодня на выборы. Напомнил, что мы выбираем депутатов городского совета, которым затем предстоит выбрать уже нового мэра, нового руководителя нашего города. Ну и призвал выбрать действительно достойных людей, которые будут делать реальные дела на развитие города, а не заниматься удовлетворением каких-то личных амбиций. У нас есть возможность выдать в прямой эфир интервью Виктора Ивановича Назарова. Давайте это сделаем. Послушаем, что сказал глава региона. Это, наверное, чувство ответственности, что мы сегодня выбираем городской парламент, городской совет, который возьмет на себя ответственность за судьбу города, который будет формировать бюджет, выбирать нового мэра, формировать общую политику и позицию развития города. Поэтому, безусловно, я проголосовал за стабильность, за то, чтобы в парламент попали не популисты, а люди, которые готовы взять на себя ответственность и весь период нахождения парламента проработать на то, чтобы наш город развивался и хорошо. Поэтому я считаю, что парламент, наши амбиций выберут достойных людей, которые действительно будут работать, будут с чувством ответственности подходить ко всем вопросам, а не решать свои какие-то мелкие интересы, выбивая для себя какие-то преференции. Вот это самая главная задача – подобрать этих людей, которые могли бы сделать город лучше. Это было интервью Виктора Ивановича Назарова. Мы продолжаем работать на 454-м избирательном участке. Кстати, здесь мы заметили еще одну, скажем так, известную личность нашего региона – капитан легендарной яхты «Сибирь» Сергей Борисович Рыбаков. Буквально за две минуты до нашего включения проголосовал. Мы успели с ним записать интервью, но покажем уже, наверное, в нашем следующем эфире в дневном выпуске «Час новостей». Сергей Борисович, как всегда, в таком романтичном стиле, это свойственно мореплавателям, прокомментировал свой приход сегодня на избирательный участок, сказал, что все мечи должны мечтать и идти к своей мечте. Ну и первым шагом на пути к мечте должен быть гражданский долг, поэтому призывал сегодня обязательно всех прийти на избирательные участки и проголосовать. Ну а у нас есть данные, с которыми нам с нами поделилась председатель избирательной комиссии этого участка на 9.30 утра. Здесь проголосовало всего 111 человек, среди которых 84 досрочника, как я уже и говорила. Новые данные появятся в 11.30 утра. Пока, опять же, отмечу, голосуют активно очень люди старшего поколения. Ну и молодежь тоже уже появляется. Один молодой человек, который впервые проголосовал, тоже уже побывал здесь на избирательном участке. Сейчас за моей спиной, если покажете, вот еще один молодой человек, я вижу, появился. Так что молодежь просыпается. Ну и молодежь, наверное, будет особенно интересно сегодня в нынешних выборах голосовать, потому что всем, кто проголосовал на выходе из избирательных участков, раздают билеты на концерт популярного российского рэпера Элвана. Звезда уже прилетела в наш город, наша съемочная группа его встречала. Вечером на Оренеомск ждет нас всех большой сольный концерт Элвана, поэтому пригласительные все берут активно. Причем, кстати, бабушки тоже берут эти пригласительные, наверное, отдадут потом своим детям, внук, а может, сами придут. Почему бы и нет? Элван популярен и среди людей старшего поколения. Ну и что касается селфи, о которых ты говорила, Настя, ну вот губернатору никто не осмелился подойти и сделать селфи, тем более он здесь долго не задержался, проголосовал и покинул избирательный участок. А вот к нашей съемочной группе дважды подходили, делали селфи. Я напомню, что 12 канал проводит сегодня большой конкурс. Кто на выборах 55 за самые креативные селфи на избирательных участках, мы будем раздавать очень ценные, солидные призы, в том числе и седьмые айфоны, поэтому вот некоторые молодые люди посчитали, что сфотографировавшись с нашей съемочной группой, победа им будет обеспечена. Ну, собственно, этого мы им и желаем. Сотрудники 12 канала, к сожалению, в конкурсе по понятным причинам участвовать не могут, но вот этой вот лихорадкой, селфи-лихорадкой мы с нашим оператором Александром Соржиным тоже заразились, поэтому я вот сейчас в прямом эфире хочу, чтобы мы сделали с Александром селфи. Давай, Саша, говори, когда будешь готов. Сейчас, секунду. Все? Фотографируем? Две фотографии сделала. Вот, в общем, призываю вас тоже проявлять фантазию, фотографироваться на избирательных участках, ну и бороться за ценные призы, которые раздавать мы начнем уже очень скоро. Вот в моем следующем включении в 2 часа дня вместе с нашими партнерами мы уже будем раздавать подарки. Так что голосуйте, а я не прощаюсь. Настя, тебе слово. Спасибо, Юлия. Спасибо за такое креативное включение. Ну, а конкурсы «Кто на выборах 55» организованным 12 каналом мы расскажем чуть позже. Продолжаем выпуск. 52 избирательных участка специально подготовили для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья, а на всех остальных есть пандусы с кнопками для вызова волонтеров, которые помогут подняться в случае необходимости. Для инвалидов по зрению и слабовидящих сделали более тысячи специальных информационных плакатов с увеличенным шрифтом для того, чтобы люди могли проголосовать за депутатов как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. В избиркоме есть данные о тех, кто по состоянию здоровья не сможет добраться до участка. К таким избирателям приедут на дом с переносными урнами. К слову, сегодня будет работать еще и бесплатное социальное такси. Впервые в регионе именно на выборах депутатов Омского городского совета сегодня используют QR-коды для подсчета голосов. Это технология, которая с помощью специальных знаков позволяет преобразовать данные протоколов участковых избирательных комиссий. Это в разы ускорит передачу информации об итогах голосования в государственную автоматизированную систему, минимизирует воздействие человеческого фактора, а значит, сделает процесс подведения итогов более прозрачным. До дня голосования специалисты тестировали новинку. Елена Смирнова продолжит. Атмосфера на избирательных участках сейчас, как в театре перед премьерой. Незадолго до часа X специалисты оттачивают все свои действия. В этом году на этих выборах членам избирательных комиссий действительно предстоит новшество. Дело в том, что итоговые протоколы с информацией количество бюллетеней и избирателей теперь будут создаваться в специальной несложной компьютерной программе, а не вручную, как это было раньше. Это было мало того, что не очень удобно, так еще и допускались различные ошибки. Виной тому элементарная усталость и снижение концентрации, ведь протоколы заполняются после 12-часового рабочего дня. Теперь вероятности ошибки и влияние человеческого фактора сведены к минимуму. Компьютер просто не распечатает некорректный протокол и красным цветом выделит строчку, в которую закралось несоответствие. Технология успешно показала себя на выборах главы Нововаршавки в июне этого года. Тогда в качестве пилотных были выбраны пять избирательных участков. Ну а на выборах депутатов Омского горсовета новшество будет внедрено абсолютно везде. Нас очень хорошо обучили. И мы как прилежные ученицы овладели на данный момент теми необходимыми навыками, которые позволят нам быстро и безошибочно воспользоваться данной программой. И я думаю, что это облегчит работу УИК, особенно после пересчета бюллетеней, когда комиссия уже достаточно уставшая. И здесь останется только ввести данные, распечатать протокол и отправить его в территориальную избирательную комиссию. Все информации также дублируются в специальном QR-коде. Он появляется на протоколе при распечатке. Считать зашифрованные данные, просто никакой специальной техники для этого не нужно. Достаточно простого офисного сканера. Именно с его помощью уже в территориальных избирательных комиссиях все данные из протокола занесут в автоматическую систему выборы. Ранее системные администраторы и территориальных комиссий вынуждены были вручную вводить в качестве операторов данные в свои компьютеры. Теперь процесс автоматизирован, будут использоваться многофункциональные устройства, сканеры, говоря по-простому, и, конечно же, процесс ускорится. Но скажу, что опыт применения технологии QR-кодирования в ряде субъектов Российской Федерации показал, что примерно на 20-30 процентов быстрее удается определять итоги голосования на тех или иных выборах. К слову, и голосование за депутатов Омского горсовета что-то вроде генеральной репетиции перед федеральной кампанией. Технология QR-кодирования будет применяться и на президентских выборах в 2018 году. Сегодня выбирая депутатов Омского городского совета можно получить и ценный приз самых сознательных и креативных избирателей, награждая 12 канал и информационный портал Новый Омск. Для этого нужно сделать необычное семейное селфи на избирательном участке, опубликовать его в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке или в Инстаграм с хэштегом кто на выборах 55. На кону 11 айфонов седьмой модели, игровая приставка, путевка на отдых, электрический камин, робот-пылесос. В общем, список призов впечатляет. Победителей специальная конкурсная комиссия, в составе которой независимые эксперты и представители портала Новый Омск будут выбирать каждый час. Первые счастливчики уже определены. Седьмой айфон достается девушке под ником Кира Винтер и, можно сказать, у нее сегодня вдвойне счастливый день. А Мичка вместе со своим будущим мужем прямо перед ЗАГСом заехали на избирательный участок и сделали фото. Оно и впечатлило жюри больше остальных. Номинации, в которых определяют победители, несколько. Лучший спецэффект, лучшая селфи-часа поощрят и тех, кто придет на избирательный участок всей семьей. Самые большие, креативные, спортивные обязательно получат призы. Так, первая победная публикация появилась в 8 часов 6 минут на странице Владиславы Польской. И она вместе со своей семьей получает от 12 канала кофемашину. Буквально несколько минут назад приз им вручил мой коллега, ведущий Владимир Мутовкин. Мы поздравляем победителей и по-хорошему им завидуем. И это еще не все сюрпризы для пришедших на избирательные участки. Проголосовавшие могут получить бесплатные билеты на концерт популярного российского рэпера Эл-Уана. Он уже прибыл в Омск по приглашению 12 канала, прилетев утренним рейсом из столицы. Анна Кокорина уже успела взять эксклюзивное интервью с певцом и познакомила гостя с достопримечательностями города. Они прогулялись по центру Омска. Эл-Уан поделился первыми впечатлениями. Погода отличная. Встречает Омск великолепно. Доброе утро всем телезрителям 12 канала. Я был здесь неоднократно, поэтому Иртыш, сам город прекрасный, великолепные девушки допросит меня моя жена. Так что все отлично. Я всех жду. Всех жду сегодня вечером возле арены Омск. Будет мой концерт, будет большое мероприятие. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы о мечеи не то, что посвятили этому свое воскресенье, а просто на время забыли о своих проблемах и посвятили себя музыке. На концерте ждут 50 тысяч мечей. Он состоится сегодня вечером на площади у арены Омск. Сейчас там идут последние приготовления. Рабочие смонтировали сцену и подключают оборудование. На два часа дня назначен саундчек, иначе говоря, настройка звуковой аппаратуры. Сольный концерт Эл Уана начнется сразу после завершения выборов депутатов Омского городского совета. Напомню, бесплатные билеты можно получить только на избирательных участках. Они открыты до 20 часов. Мы продолжаем следить за ходом выборов депутатов Омского городского совета. Следующий выпуск новостей с новыми подробностями в прямом эфире в 14 часов. Спасибо за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова